В нашем миссионерском центре, когда приезжают люди и говорят, что мы приехали к отцу в Фоте, где его увидите. Когда там начнут звонить голоса? В смысле? Вы подавали заявку на голос? Если вы подавали заявку на голос, вам на почту должно было пройти подтверждение, что ваша заявка принята. Вам позвонят в августе или в июле, если посчитают нужным вас пригласить на кастинг. И тогда вы приедете в Останкино и пройдете кастинг. А уже на кастинге вам удача повернется, если то, тогда вы, естественно, попадете в передачу. И то даже там нет шанса попасть в передачу, если вы не прошли слепые прослушивания. Или вы опоздали, то есть вас поставили в один из трех дней, в конец этих трех дней. Тогда вы можете попасть на следующий год, если вы не успели. А если вы все-таки были на слепых прослушиваниях, и к вам никто не повернулся, не факт, что вас покажут по телевизору. Потому что к кому не поворачивались, было достаточно много, когда я там участвовал. И, конечно, все это вместить в один выпуск программы достаточно сложно по времени. Поэтому показывают только каких-то ярких личностей. Даже если они не проходят, показывают просто интересных каких-то людей. И, может быть, даже забавных каких-то. Спасибо. Что-то Денисова Аленка немножко поздно присоединилась к трансляции. С бронхитом сейчас всё нормально. Иногда бывает обострение. Отец Макарий Камагоров, который сейчас его зовут, Макарий, он в данный момент в монастыре. Мы встречаемся часто по выходным, потому что он несёт послушание в издательском совете РПЦ. И поэтому в монастыре бывает только на выходных. И мы поём праздничное благослужение. В Пермь приеду 3 мая. Ждите меня. 34 мая у меня в Перми. Не улетите ли я в злодооблачную даль? Улечу на Боинге или на Эйрбасе. Вот. Больше шансов нет у меня. Только на Эйрбасе и Боинге. Когда был в Пензене, не знаю. Ниженок говорит, привет. Да, 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 да. Боинг – это невероятная катастрофа. Я очень сожжал, очень скорбел об этом. Ужасно, ужасно. Если представить вот последние секунды, люди действительно чувствуют эти моменты. Летать можно. На самом деле, авиация – это самый безопасный транспорт по статистике. Больше всего людей умирает в автокатастрофах. Тогда что, не надо ездить на машинах, что ли? На самом деле, намного опаснее машины. Потому что водители, как правило, меньше всего ощущают ответственность на дороге. Свою ответственность за себя, за других людей в потоке. Могут и выпить, могут как-то сесть в машину, немножко не выспавшись. Ведь никто же их не контролирует. Они взяли и сели. Права есть – взяли и сели. А не выспались там, допустим. А в гражданской авиации там всё очень строго. Там пилот не должен превышать норму, там 8 часов, наоборот, уменьшать норму сна. Обязательно должен отдыхать. Если его перелёт становится затяжным, очень далёким, тогда он меняется, и второй пилот садится на его место. Точнее, третий пилот. Там же, как обычно, два пилота летят. И ещё запасные летят тоже, спят. Ну, как у дальнобойщиков, в общем-то, всё то же самое. «Жалею ли я, что Градский ко мне не повернулся?» Нет, конечно, не жалею. Потому что смысл сейчас уже об этом говорить. Когда судьба меня связала с господином Лепсом. И именно с ним я дошёл до финала. Кого посоветую смотреть в перископе? Добавьте Адель Ревьер. Очень интересная девушка из Парижа. Грамотная, очень... Владеет литературным языком. Смотреть её трансляции очень приятно. Она есть на Ютубе. Прежде всего, конечно, она основалась именно на Ютубе. И у неё очень много подписчиков. С Охлобыстным встречался? А меня? А кто вы? Ух ты! 41 миллион лайков. 12 тысяч подписчиков. Расскажите, пожалуйста, кто вы. Ленар. И в чём секрет ваших лайков? Вы просто Ленар. Да. Где я буду выступать? Пока что неизвестно. Значит, я уже сказал, что в Перми. 3-4 мая. Потом 12 мая. Космос. Прямо в космосе буду выступать. 15-го у нас фестиваль пасхальный здесь, в Боровске. На Высоком. На Кубань пока что не планирую. Но мне там очень понравилось. Что в Нароссийске, что в Краснодаре. Я сейчас в Калужской области, в Боровске. Так вот, значит, 9-го июня я в Питере. 7-го, 8-го там у нас что-то. Подождите, посмотрю. Где же это найти? Не хочу задерживать Ваше внимание. Так. В общем, пока что неизвестно, где еще выступать. Спасибо. 2-го мая. С хором в Алла-Ам в Кремле. Да, это так. Нет, не женат. Что вы. Пост. Да, как и все христиане, надо держать пост. Действительно, я держу пост. Как ни странно. Артемий Владимиров. Это 12-го мая в Космосе. Что я сейчас читаю? Комментарии. В церковных службах вести. Я службу веду раз в неделю в нашем монастыре. Академический вокал. У меня, я бы не сказал, что у меня академический вокал. У меня постановка сделана именно академического вокала. Но я пытаюсь все-таки сделать какую-то такую квинтэссенцию и... Что такое? Синтез академического вокала и эстрадного. Короче, кроссовер такой. Кроссовка. Хочу ли я детей? Вопрос на засыпку. Город Калуга? Бывал там. Бывал. Город нет, не нравится. Спасибо. По каким дням ведется служба в храме? По-разному. Бывает, как поставить в расписание. Это надо просто смотреть на сайте Пафнотео монастыря. Там обычно пишут. Почему монахи не женятся? Потому что они монахи. Ну, какой-то странный вопрос. Если бы они не были монахами, они бы, конечно, женились. Монус один переводится. Что, у меня усы, что ли, из носа растут? Господи, помилуй. Связь. Тебе теряете связь. Ну что? Всё плохо, да? Да. Что я посоветую в борьбе с леностью? Понуждать себя? Возможно, сейчас просто всё висит. Это вот такой Теледва. Почему монахи не женятся? Вам что, непонятно? Монахи – это люди, ушедшие из мира, отрекшиеся от семейной жизни. Wi-Fi. Похоже, надо заканчивать передачу. Технические неполадки. Я и так очень долго уже веду передачу. Усы. Усы, конечно, не всем нравятся. И борода тоже кого-то бесит. Да. Усы, кстати.